Вы теперь вооружены одним из самых мощных инструментальных инструментов психофизиологических, и поэтому Вы более конкурентоспособны на уровне специалистов. И я желаю Вам не останавливаться на достигах. Студенты нашего факультета, в основном это касается психологов, конечно, и психологов служебной деятельности, клинических психологов, они имеют возможность не только ознакомиться с техникой работы на таком приборе, как полиграф, но и углубить свои знания в этой отрасли, получить более широкие компетенции для того, чтобы быть востребованными специалистами. На нашем факультете кафедры психологии служебной деятельности была открыта программа дополнительного образования, а мы знаем, что сейчас современные тренды в образовании уделяют этому огромное внимание, то есть создается фактически с нуля целая система дополнительного образования на новых принципах, когда студенты интегрируют в себе знания, умения, компетенции из разных отраслей наук, из разных отраслей образовательных стандартов, программ и так далее, и так далее. Неспроста данная программа реализуется именно на факультете социальных наук, на кафедре общей социальной психологии, потому что полиграф — это все-таки сфера психологических знаний, полиграф — это научно обоснованный метод прикладной психофизиологии, и поэтому он требует от специалиста, от полиграфолога тонкости и психологизма. Полиграф — это совершенно другой навык, отличный от того, чем мы занимаемся каждый день здесь, учась. Я могу сказать так то, что на выходе, при завершении своего основного образования, у меня уже будет повышение квалификации, и я смогу работать на полиграфе. В 2013 году был издан приказ 660 от 2 сентября 2013 года, которым говорилось о психологической работе, и как раз обязательным порядком было установлено проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа. Это работа психолога, и сейчас обязательно. Поэтому, я думаю, это достаточно актуально, важно, и что наши выпускники такие будут первые ласточки в силовых ведомствах, которые уже обладают необходимыми знаниями как полиграфологи, и им уже не надо обучаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова